Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канала Архи С24, программа «Здоровье» и я, ведущая, Динара Бадахова. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. В России выявлено 178 случаев новых вариантов коронавируса «Флирт», сообщили ведомстве со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности, сказано в сообщении. Вариант «Флирт» — это дальний родственник варианта «ГН-1». Все они принадлежат к семейству «Омикрон». Характерные симптомы для заболевания, вызванные «Флирт» — это лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняние. С апреля 2024 года в мире отмечается рост заболеваемости вариантами «Флирт». Тенденция к росту его доли относится во всех случаях постоянно на территории США и Великобритании. При этом еще 15 мая Роспотребнадзор заявил, что в России этого подтипа коронавируса не обнаружено. Необходимости менять состав вакцин от коронавируса «Спутник Ви» в связи с распространением нового варианта «Флирт» на сегодняшний день нет. Спектр антител, который образуется при иммунизации данной вакцины, шире, чем после других препаратов, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Александр Гинцбург. Он пояснил, что нужно будет посмотреть, как вакцина действует при данном варианте и, исходя из этого, принимать дальнейшее решение. При этом спектр антител, который вырабатывается у человека после иммунизации спутником, шире, чем после других вакцин. Между тем, в России впервые за несколько месяцев федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о росте числа госпитализированных с COVID-19. За неделю с 13 по 19 мая стационары попали на 34% больше пациентов, чем недели ранее. Увеличение числа госпитализаций произошло в 55 из 89 регионов. В том числе в некоторых субъектах этот показатель оказался выше, чем в среднем по России. Общий показатель заболеваемости в России, по данным оперштаба, в этот период тоже вырос по сравнению с предыдущей неделей. Он составил 8,1 на 100 тысяч населения. Количество умерших также выросло за неделю на 15% до 54 человек. Сидячий образ жизни в молодости повышает риск гипертрофии миокарда. Участников исследований наблюдали с 11 до 24 лет. По данным ранее проведенных исследований, гипертрофия миокарда в основном за счет разрастания мышечных стенок левого желудочка является сильным риском смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ученые продемонстрировали, что образ жизни влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы уже в подростковые и юношеские годы. Полученные данные об увеличении массы левого желудочка в результате сидячего образа жизни важны в том числе для оценки вреда гиподинамии взрослых. Увеличение индекса массы левого желудочка уже связывали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Кроме того, исследование показало, что ежедневная легкая физическая активность для здоровья сердца может быть полезнее, чем интенсивные нагрузки. Принимать йод нас учили с детства. Это важный микроэлемент играет огромную роль в нашем организме, а именно профилактирует заболевания щитовидной железы. Они очень распространены. Согласно медицинской статистике, заболевания щитовидной железы страдают до трети всего населения планеты. Снижение функций данного органа развивается у 2% людей и у 8% людей старше 60 лет. Узловые образования выявляются практически у 30%. Отмечается, что зуб – это увеличение щитовидной железы – часто встречается у людей, которые проживают в регионах дефицита йода. От гипертрофии щитовидной железы страдают от 10 до 30% населения земного шара. Несмотря на свой маленький размер, щитовидная железа играет в организме большую роль. Гормоны, которые вырабатываются в ней, участвуют практически во всех процессах нашего организма. Основная функция щитовидной железы – поддержание нормального метаболизма в клетках организма. Гормоны щитовидной железы стимулируют обмен веществ и регулируют фактически каждый процесс в организме – дыхание, прием пищи, сон, движение, а также процессы во внутренних органах – от сердцебиения до работы репродуктивной системы. К счастью, большинство заболеваний этого важного органа на сегодняшний день считаются излечивыми. Надо отметить, что несмотря на то, что заболевания щитовидной железы и лечатся, их легче предотвратить, чем избавляться. Именно в целях информирования населения о важности профилактики заболеваний щитовидной железы в стране на минувшей неделе проходила целая просветительская кампания. Более подробно на тему заболеваний щитовидной железы поговорим сегодня с гостем программы, врачом-эндокринологом Анжелой Ахмедовной-Кокупшевой. Здравствуйте, Анжела Ахмедовна. Здравствуйте. Щитовидная железа считается вроде бы как таким маленьким органом, но он настолько важен, что его называют королевой метаболизма. Расскажите, пожалуйста, нам основные функции щитовидной железы и как вообще она выглядит. Ну, на самом деле, конечно, щитовидная железа, да, это королева органов. На самом деле, щитовидная железа – это жизненно необходимый орган в нашей системе. Располагается он на шее и отвечает за выработку гормонов для нормального функционирования нашего организма. Конечно, щитовидная железа хранит йод и вырабатывает такие гормоны, как тироксин, триодтиранин и тиреидин, и также гормон кальцитонин. При нормальном функционировании щитовидной железы и, в принципе, при нормальном уровне гормонов щитовидной железы, человек работоспособен, он активен, бодр и социально адаптирован. Скажите, пожалуйста, с какими заболеваниями, с какими симптомами, наверное, чаще всего к вам обращаются? Ну, если мы говорим о снижении функции щитовидной железы, когда уровень гормонов щитовидной железы снижается, как правило, жалобы – это на общую слабость, сонливость. Они очень часто жалуются на холодные конечности, на зябкость конечности, на лишний вес, отёки лица, отёки нижних конечностей, сухость кожи, также может быть ломкость ногтей, выпадение волос, нарушение менструального цикла очень часто, бесплодие может быть. Есть такие маски гипотириоза, которые скрываются за другими заболеваниями. Также пациенты обращают внимание на снижение артериального давления и замедленный пульс. Если говорить в общем про все заболевания щитовидной железы, то что чаще всего встречается в вашей практике? Чаще всего встречается в моей практике – это снижение функций щитовидной железы, гипотириоз и узловые образования щитовидной железы. Давайте теперь поподробнее уже поговорим про конкретные заболевания, такие как гипотириоз, да, вы сказали? Каковы основные причины, факторы риска этого заболевания, у кого чаще всего оно будет встречаться? Факторы риска заболевания вообще щитовидной железы на первом месте – это генетическая предрасположенность, также это дефицит йода, это неблагоприятная какая-то экологическая обстановка, вернее, длительное нахождение. Также может быть несбалансированное питание и, конечно же, это может быть воздействие радиологического облучения. И вот какие симптомы человека должны насторожить, чтобы он уже обратился к врачу-эндокринологу? Ну, как я ранее говорила, при гипотириозе мы обсудили, если мы говорим о тиреотоксикозе, например, когда у нас идёт гиперфункция щитовидной железы, то пациенты, да и вообще все, обычно жалуются на потливость выраженную, их очень часто беспокоит дрожь в теле, они не переносят жару. Также повышение температуры тела, может быть, они очень встревожены, такие пациенты, они беспокоены, у них постоянная тревога, страх, раздражительность, плаксивость даже может быть встречаться. Также у них идёт снижение веса при нормальном аппетите. Может быть также нарушение менструального цикла, у них повышается температура тела, и также ещё у них повышается артериальное давление и учащённое сердцебиение. То есть если с гипотириозом у нас всё наоборот, при тиреотоксикозе пациенты не могут переносить жару. Есть ли какие-то внешние особенности у таких пациентов? Войдя на приём, конечно же, на что я обращаю внимание в первую очередь, это если увеличена щитовидная железа. Также я обращаю внимание на глаза. То есть у пациента с тиреотоксикозом глазные яблоки, они немного выпученные, они очень часто жалуются на сухость. То есть щитовидная железа может настолько увеличиваться, что она визуализируется прям вот... Да, на самом деле у нас есть три степени увеличения щитовидной железы. Нулевая степень, первая степень и вторая степень – повоз. То есть первую степень, если мы можем её пальпаторно, то есть на ощупь определить, то вторую степень мы визуально, уже вводя пациент в кабинет, мы её можем увидеть, увеличенную щитовидную железу. Вы сказали, что заболевания щитовидной железы также влияют на репродуктивную функцию. Скажите, пожалуйста, в чём конкретно это заключается и как нарушается менструальный цикл у женщин при заболеваниях щитовидной железы? Дело в том, что при снижении функции щитовидной железы у пациента нарушается менструальный цикл. И пациент очень часто ходит у другим специалистов, так сказать, минуя именно заболевания щитовидной железы. Поэтому, когда пациент обращается на приём, мы обязательно всегда смотрим именно функцию щитовидной железы, проверяем гормоны щитовидной железы, и если мы, конечно, там что-либо выявляем, мы приступаем к лечению. Расскажите про распространённость заболеваний щитовидной железы. По Всемирной организации здравоохранения болезни щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета. То есть это довольно распространённое заболевание. У 2% снижение функции щитовидной железы и 8% снижение функции щитовидной железы у пациентов старше 65 лет. У 30% примерно это заболевания, узловые заболевания щитовидной железы. И, конечно же, ЗОП – это увеличение щитовидной железы, встречается около 30%, к которым, к сожалению, относится вся Россия. Там много регионов с дефицитом йода. Давайте теперь поговорим про диагностику всех этих заболеваний, включая гипотириоз, гипотириоз и узловые формы заболеваний щитовидной железы. Как диагностировать, что сдавать? На первом этапе мы начинаем с физикального обследования. Сначала мы осматриваем пациента, проводим пальпацию, аускультацию щитовидной железы. Далее мы переходим к лабораторным исследованиям. Сдаются гормоны щитовидной железы. Это тиреотропный гормон, свободный Т4, свободный Т3 и отитилак ТПО. Ну и при необходимости дополнительные гормональные исследования тоже проводятся. Если мы говорим об инструментальных исследованиях, здесь мы проводим ультразвуковые исследования щитовидной железы. Также мы проводим аспирационную биопсию, тонкоигольную аспирационную биопсию при узловых образованиях щитовидной железы. Ну, индивидуально всё очень. Также, если мы подразумеваем какие-то объёмные образования в шее, то мы отправляем на КТ или МРТ. Также существует стинтиграфия ещё, но, как правило, туда мы отправляем пациентов с узловыми образованиями. Давайте вернёмся к лабораторным методам обследования. Вы сказали, что нужно сдавать гормоны, да? Т3, Т4. Как правильно подготовиться к сдаче таких гормонов? Подготовиться просто очень. Значит, пациент приходит строго натощак. Последний приём пищи должен быть в вечер прошлый день до 18.00 примерно. А приходит строго натощак. И вне зависимости, если это касается девушек, вне зависимости от менструального цикла, в любой день. Ну, конечно, мужской пол может стать тоже в любой день. Каковы основные причины гипотириоза? Основная причина гипотириоза, конечно, 99% – это аутоиммунное заболевание, хронический аутоиммунный тиреоидит, тиреоидит хошемота. То есть это заболевание, при котором в организме вырабатываются антитела, которые работают против собственной щитовидной железы, тем самым её разрушая, и что в будущем приводит к снижению функции щитовидной железы, то есть гипотириоза. То есть организм сам себя разрушает, верно? Связано, наверное, это с нарушением в иммунной системе, да? Да. А как лечить тогда? Значит, если мы видим у пациента повышенные антитела, то мы таких пациентов наблюдаем до тех пор, пока не увидим изменения в гормонах именно щитовидной железы. То есть повышенные антитела не корректируются. Мы просто их наблюдаем. А вообще, если говорить про лечение, продолжая тему, какие существуют методы лечения щитовидной железы? Значит, методы лечения, если мы говорим о гипотириозе, то если мы видим явный гипотириоз, то назначается заместительная гормональная терапия левотироксином натрия. Доза подбирается индивидуально в зависимости от пола, возраста и веса. Также существует декаментозное лечение. Если мы говорим о тиреотоксикозе, то мы начинаем терапию с тиреостатиков. Если нам не удается получить компенсацию, то, конечно, мы прибегаем к более радикальным методам лечения. Радиоиотактивное и, конечно же, хирургическое лечение. Что касается узловых образований, в основном пациенты требуют динамического контроля ежегодного. Если же мы видим подозрительные узловые образования, мы их отправляем на пункцию. И уже по результатам пункции мы решаем тактику дальнейшего лечения. Либо это будет оперативное лечение, либо просто динамический контроль. А где проводится тонкоигольная биопсия? Конечно. Тонкоигольная аспирационная биопсия у нас проводится. Наш диспансер выдает направление в онкологический диспансер. И там пациентам смотрят. То есть на базе онкологического диспансера нашей республики. Скажите, пожалуйста, какие осложнения могут встречаться с заболеванием щитовидной железы, если их не лечить вовремя? Если мы говорим, опять-таки, о гипотириозе некомпенсированном, здесь отметить хочется в основном беременных девушек. То есть если мы вовремя не назначаем заместительную гормональную терапию, это может повлиять на мать и развитие будущего ребенка. Конечно же, это может быть проблемы с развитием мозга и нервной системы. Также может быть низкий вес. Мы знаем, что наши регионы относятся к андемичным по дефициту йода. Знают ли наши жители об этом? Как профилактировать дефицит йода? В какой дозировке его употребляется? И всем ли это нужно делать? На самом деле йод – важный микроэлемент, который влияет на работу всего нашего организма. Дефицит йода может определить только врач-эндокринолог при определенных лабораторных исследованиях. Например, самостоятельно мы не рекомендуем принимать препараты йода. Здесь, конечно, не касается только беременных. Потому что бывает так, что прием йода воздействует токсически на организм. И есть такая категория людей, которым йод вообще противопоказан по медицинским показаниям. Поэтому, чтобы получить профилактическую дозу, мы рекомендуем употреблять йодированную соль. Просто заменить на кухне обычную соль на йодированную. Тем самым мы не ошибемся, что мы не передозируем себя йодом, а получим именно ту самую профилактическую дозу. Помимо тиреотоксикоза и гипотиреоза, какие еще встречаются заболевания щитовидной железы? Очень часто встречаются тиреоидиты. Это воспаление тканей щитовидной железы. Также у нас есть диффузно-токсический зоб. Это болезнь Грефса. Это аутоиммунное заболевание. То есть, если при аутоиммунном тиреоидите у нас снижалась функция щитовидной железы, то здесь, конечно, идет гиперпродукция. Именно гормонов щитовидной железы, то есть это аутоиммунное заболевание, имеют название болезнь Грефса. Также встречаются узловые образования. Они могут быть доброкачественны и злокачественны. И раки щитовидной железы, злокачественная опухоль. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то взаимосвязь между работой сердца и работой щитовидной железы? Есть. На самом деле, очень часто кардиологи отправляют к эндокринологам для дообследования. И это очень даже целесообразно. В плане того, что, как я ранее говорила, при гипотиреозе, там пациенты жалуются на замедленный пульс и очень часто на снижение артериального давления. А при тиреотоксикозе пациенты жалуются на учащенное сердцебиение, дышку и даже повышение артериального давления. Поэтому, конечно, другие специалисты отправляют к нам для дообследования и исключения патологии щитовидной железы. Допустим, если это тиреотоксикоз некомпенсирован, то есть длительно некомпенсирован, то у пациентов может быть осложнение в виде тромбоэмболических осложнений и сердечно-сосудистых заболеваний. И в будущем это всё может привести к сердечной недостаточности. А вот говоря про заболевание щитовидной железы, может ли оно встречаться у детей, у новорождённых? Как бы у них выявлять заболевание? Да, на самом деле это тоже очень часто. Гипотириоз встречается у детишек. Как мы это можем узнать? Но детки очень часто жалуются тоже на снижение концентрации внимания. То есть в школе они немного отстают, они не запоминают какие-то там задания, допустим. У них трудности с домашними заданиями. Также они могут жаловаться на тоже сухость кожи, то есть мама увидит у ребёнка сухую кожу, выпадение волос, ломкость ногтей, допустим. То есть почти все такие же симптомы, да, как у взрослых? А лечениями какого? Лечение такое же. Заместительная гормональная терапия левотероксином натрия в зависимости от возраста. Но если установлен аутоиммунный тиреоидит, гипотириоз, то это пожизненное, да, под контролем гормонов. Анжела Хмельевна, что Вы пожелаете нашим телезрителям? Хочется пожелать, конечно, это проходить ежегодную диспансеризацию один раз в год обязательно, вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, заниматься спортом и профилактировать дефицит йода, йодированной солью. Спасибо Вам большое за рекомендации, за пожелания нашим зрителям. До свидания. Уважаемые зрители, у Вас есть возможность задавать свои вопросы специалистами Здравой Республики, врачам, фельдшерам и всем тем, кто уже был или будет гостем нашей программы. Мы принимаем вопросы на медицинскую тематику по электронной почте. Адрес Вы видите на своих экранах. Звоните и пишите. Мы постараемся найти ответы на волнующие Вас вопросы. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с Вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова